Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео сегодня с вами я, Паша Геочанна, и мы обсуждаем такую тему, как подзимний посев лука. Перед тем, как мы начнем разбирать особенности подзимнего посева лука, необходимо напомнить, какие же преимущества мы получаем от этой процедуры. Первое преимущество не самое очевидное, но между тем самое приятное, это то, что мы уходим от весенней грязи. Как правило, к концу вегетационного периода, когда мы готовим грядки к посеву лука, у нас почва увлажненная, но вместе с этим это не весенняя грязная почва, а такая хорошая, структурированная, воздушная почва, с которой приятно работать. Второе преимущество, которое мы получаем от подзимнего посева лука, это хорошее развитие корневой системы у луковички. Ее укоренение, она заякоривается в почве, и когда происходят различные температурные перепады, когда происходят заморозки, луковичка хорошо сидит в почве, она не выталкивается, и таким образом впоследствии будет более дружное и быстрое появление всходов, когда наступят весенние оттепели. Третье преимущество, которое стоит обозначить, это то, что мы избавляемся от ряда вредителей, например, от луковой мухи, которая, как правило, позже просыпается к тому моменту, когда у нас луковичка уже успевает выходить из почвы, интенсивно начинает развиваться, и таким образом обретает лук большее количество иммунитета. Четвертое преимущество, о котором хотелось бы упомянуть в этом видео, это то, что происходит естественный отбор. Когда мы высеваем лук под зиму, когда он находится в условиях заморозков в почве, то все слабые, все поврежденные, недоразвитые луковицы, они просто не перезимовывают, и затем весной мы получаем самый лучший уже готовый материал, который находится в почве, и впоследствии из которого сформируется, поверьте, достойный урожай. И пятое преимущество, оно не такое очевидное, но очень-очень важно, это то, что мы избавляемся от проблем хранения. Если, например, мы будем хранить вот такой достаточно крупный лук, который, кстати, не годится для подзимнего посева, то он за зимний период хранения не успеет у нас усохнуть, высохнуть, то есть останутся луковички практически в неизменном виде. Но если мы будем говорить о таком мелком луке, который, ну, около сантиметра в диаметре или меньше, который идеально подходит для подзимнего посева, то нам его нужно хранить или при стабильно низкой температуре в холодильнике, или при стабильно высокой температуре порядка 25-30 градусов, для того, чтобы луковичка, она перезимовала. Как правило, мы не выдерживаем эти температурные условия, и из таких маленьких луковичек к весне, к сожалению, уже ничего не остается. По этой причине, если вы не собираетесь в этом году заниматься подзимним посевом лука, но присматриваетесь к семенам лука в магазине, то не торопитесь с их приобретением или приобретайте луковички более крупные, для того, чтобы не терять путем усыхания мелкие луковички. Друзья, если вы собираетесь выращивать не только лук, но и другие растения, самое время их приобрести. Сегодня, 19 сентября, в интернет-магазине Процветок проходит черный понедельник. Скидки по многим позициям достигают 50%. Как всегда, количество товаров ограничено, поэтому успейте быть в числе первых покупателей, переходите по ссылке, которая находится в описании, в интернет-магазин Процветок и приятных вам покупок. Какие же особенности необходимо учитывать при подзимнем посеве лука? Первое, на что стоит обратить внимание, это размер луковичек. Луковички идеального размера должны быть в диаметре 1-1,5, максимум 2 см. То есть достаточно такие вот, на первый взгляд, мелкие и неприметные, поскольку именно они не будут стрелковаться, и именно из них будут развиваться хорошие крупные луковицы, которые впоследствии будут также хорошо храниться. Если же мы будем использовать фракцию более крупную, она уже называется выборок, а не сего, как в первом случае, то, к сожалению, подобный посевной материал, он, как правило, стрелкуется, и впоследствии вы получите обильно цветущие луковые грядки, которые могут вас порадовать своей красотой, из которых вы, кстати, можете собрать свои собственные семена и воспользоваться ими только на следующий год. Поэтому, пожалуйста, перед тем, как приступать к посеву лука, проведите калибровку своего посевного материала. Вторая особенность подземнего посева лука – это то, что мы не ведем обрезку шейки, которую мы проводим в весенний посев лука. И если мы проводим замачивание луковиц, например, в обеззараживающих растворах, таких как раствор марганцовки, крепкий соляной раствор, раствор химический, например, препарат Максим, то следует проводить любые замачивания лука не ранее, чем за 2-3 недели до непосредственного высева в грунт. И после того, как мы провели замачивание лука, то необходимо его обязательно просушить. Третья особенность – это сроки высева лука под зиму. Конечно, необходимо ориентироваться на погодные условия, характерные конкретно для вашего региона. Рекомендовано высевать лук под зиму при наступлении устойчивого похолодания, когда температура 0-3, например, днем и ночью, там, соответственно, еще ниже, до минус 5 градусов. Это самое время для того, чтобы высевать лук под зиму. Четвертая особенность, на которую следует обратить внимание – это подготовка той грядки, в которой мы будем выращивать лук, высеванный под зиму. Конечно же, необходимо удобрить грядку. При возможности и при необходимости органического земледелия мы будем использовать перегной. Также не лишним будет внесение суперфосфата. Если это будет двойной суперфосфат, то можно вносить порядка 30 грамм на метр квадратный. Если это будет обычный суперфосфат, то тогда дозировку следует увеличить, и это будет 50-60 граммов на метр квадратный. После того, как мы подготовили грядку, необходимо проделать бороздки, глубина которых должна быть не более 4-5 сантиметров. Если мы будем делать бороздки более глубокие, то, к сожалению, лук не сможет выйти из такого количества земли, которое будет находиться над ним, и мы не получим всходов лука. Рекомендую высевать лук под зиму более часто, оставляя между растениями порядка 2-3 сантиметров и между рядами порядка 15 сантиметров. Поскольку, как я уже говорила ранее, у нас будет происходить естественный отбор, и весной, когда будет сходить снег, когда будет пригревать солнышко, вы можете наслаждаться первой весенней луковой зеленью, таким образом прореживая свои подзимние посевы. Последняя особенность, которую необходимо учесть при подзимнем посеве лука, это укрывание его любым мульчирующим материалом. Лучше, конечно, использовать, например, цветы, те же самые хризантемы, бархатцы и георгины, которые вы найдете у себя на участке к концу огородного сезона. Прощаюсь с вами. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Оставайтесь на канале Процветок. Не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч!